Людмила Мельник приехала из Санкт-Петербурга в Слободской на время летних каникул. В городе Наневе она живет два года, работает в частной школе. До этого многие годы Людмила Николаевна преподавала математику лицеистам, затем вышла на пенсию и вот сегодня это учитель частной школы имени Горчакова. Она находится под Петербургом в Павловске, это Пушкинский район и Пушкин, то есть Царское село, это буквально города в шаговой доступности. И эта школа позиционирует себя как современная версия Царско-сельского лицея. Поэтому они стараются там традиции вот этого лицея, ну насколько это возможно в наше время соблюдать. Например, там классы не все, вот как принято в школе обычной, а только три набора. На будущий год, например, у нас будут классы 6, 8 и 10. Эта школа только для мальчиков, которые живут там на протяжении учебной недели и лишь на выходные уезжают домой. Поскольку там они много времени проводят в школе, то, конечно, очень тесно они с учителями контактируют. И наша учительская называется офисом, это место, куда дети спокойно приходят. Интересуемся, чем частная школа отличается от государственной, сколько стоит обучение. Много моментов таких, которые отличают и учебный процесс, вот, и всего того, что школа частная, мы от какой-то бумажной работы, от каких-то лишних проверок, в общем-то, освобождены. И у нас больше свободы у администрации, у учителей. И очень много мы решаем сами вместе с родителями. Первое самое главное условие при поступлении ребенка в школу, чтобы родители сотрудничали со школой. Если родители считают, что в школу будет детей учить и воспитывать, то, скорее всего, такого ребенка не возьмут. И поскольку это оговорится индивидуально, то цены, они варьируются. То есть это может быть 50 тысяч в месяц, может быть больше, может быть меньше. Школа дает кредиты. И я знаю, что есть люди, которые приезжают совсем не из Петербурга, а узнают о школе. Вот Москва, например, у нас из Пятигорска вот есть люди. Они приезжают и получают кредит, который планируется, чтобы отдавать ребенок, когда он вырастет и будет работать. Школа малокомплектная, около 40 учеников. В классе по 13 человек. Учителя могут обеспечить индивидуальный подход к каждому. Людмила Николаевна говорит, в большинстве своем выпускники, продолжая обучение в вузах, осваивают технические специальности. И после стараются трудоустроиться в Москву или за границу. Мальчишки, конечно, они народ такой энергичный, активный, с чувством юмора. В общем, интересно. Но школы должны быть разными. Поэтому, мне кажется, частные школы, они еще и будут, и будут. И будут даже новые. Потому что разнообразное образование хотят дать родителей, а в школе массовой все-таки нет таких возможностей. Поэтому они будут искать всегда школу, где они увидят то, что им хочется. В этом плане наша школа, мне кажется, она особенная, потому что здесь очень тесно сотрудничество с родителями. Они приходят на педсовет. Они могут посетить любой урок в плане того, как там учат и как спрашивают. И даже есть определенная норма для посещения. Определенное количество уроков в год родители должны посетить. У нас школа для мальчиков, и в основном работают мужчины-преподаватели. Попасть непросто. Там нужно будет давать уроки открытые и получить одобрение родителей и учителей. И только объявления, если дают о вакансиях, то бывает очень много претендентов. И даже если учитель нужен, могут не взять, если он по каким-то параметрам не подходит. Новая школа, новая жизнь. Учебный год начнется у нас 10 сентября. А поскольку в течение года тоже бывают такие дни, когда выезжают они на турбазу, и у каждого класса есть еще заграничная поездка, то учебный год заканчивается в последних числах июня.